Девушки отдыхают Люди все-таки старались, сделали ее, поэтому посмотрим ее, пощупаем, попробуем Так, надо посмотреть настройки управления Для движения используют ТВСД, стрелки, это понятно Буду ходить пред лицем господним на земле живых Псалм 114.9 Я так понимаю, так выглядит наш главный герой Питсельный синий человечек Восьмибитный стиль Я надеюсь, вся игра не будет заключаться в том, что мы будем ходить собирать яблоки Повернитесь к демону и сгоните его, нажав пробел или А на геймпаде Противостояньте же дьяволу и убежит он от вас Якова 4си Так, пробел Как мне его изгнать? Еще надо попасть И так-то и просто это Да, попасть на самом деле проблематично Ладно, с этим мы с вами разобрались Поэтому давайте начинать Посмотрим, что у нас здесь Начать Новая игра Я не смотрел Так, сама история Заключается в том, что мы священник Который Вы слышите, какая музыка? Блин, какая офигенная музыка на самом деле Я не шучу, эта мелодия, она превосходная просто Блин, какая она классная вообще Так вот, короче Суть того, что мы священник Который проводил когда-то экзорцизм В каком-то заброшенном доме И сейчас мы приехали сюда, чтобы Для того, чтобы закончить дело Тогда мы почему-то ушли Не закончили, видимо, начался какой-то трэш Ну что ж, пойдемте Пойдемте, посмотрим Так, олень какой-то Это мы полису идем Олень Блядь Слышь Уйди, уйди Не ожидал, конечно Что так внезапно скример появится Какой-то паукан Дальше, что у нас будет Ослик Сусы там Вдвоем Так, опять какой-то олень В случае, наш святой Защити нас От оленей Тихо, тихо У меня крецик есть, не подходи Оленя сожрал мою паукан Подвигаемся Пока что только какие-то пауканы Блядь, тихо, тихо, тихо Я даже не уверен Это я его прогнал или он сам ушел Я просто не понимаю Что такое Так, духа изгнали из колодца, кстати Неплохо Это че? Так, твое приглашение Приходи праздновать День рождения Шестое Нейты Джейсона Воскресенье Да, по-моему, воскресенье Хотя я не уверен С инглишем Дата меня особо шарил 3 мая С 12 до 4 вечера То есть, получается С обеда до 4 вечера Это удобное лицо клоуна Конечно, это, видимо, визиточка там лежала Ничего особенного Но почему оно в лесу находится Конечно, непонятно Умирать, я думаю, мы с вами будем часто Потому что попасть крестиком по чудищу Тихо 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 Мне кажется, слегка проблематично Я не знаю Я просто замираю и держу крестик Ребята Носите с собой всегда крестики, блин Вы видите, какое дело Пойдете в лес Там какие-то пауканы будут ходить Ну и все Не хочется даже слишком много разговаривать Потому что Какая музыка, блин, классная Серьезно Такая атмосфера, как будто бы я Играю в какую-то игру на приставке Просто ностальгия накатывает А вот этот дом Красный Полуразрушенный Деревянный, видимо Или глиняный Что ж, давайте зайдем Закрыто, говорит Крестик не открывает двери Может, под камнем где-нибудь Ключи есть, нет? Мне просто так почему-то кажется Под камнями нету Под деревом Крестик Помоги нам Может, с другой стороны есть тут С этой стороны есть что-нибудь, да? Классно Я могу затупить Даже в пиксельной игре И это не ущерб Домой пиксельной игре Потому что это просто такая стилистика Нельзя там на окна Что-нибудь сделать, нет? А может быть Лес Это сам по себе Немножко лабиринты Где-то нужно найти ключ Просто почему-то подумала Что может быть У леса Есть развилки Раз дом закрыт Может быть Это даже не тот дом Можем пойти Например Развилок Аааа Понял Понял Язык-диавол Блядь Оцвики-шуцвики-пауканы Уйдите Мистер Мартин, регистрация указателей на вашем кладбище заняла больше времени, чем ожидалось Наш офис не может определить, кто там похоронен Надписи на надгробиях сделаны на неизвестном нам языке Я отправил обломки надгробия некоторым коллегам из университета Коннектикута Я свяжусь с вами, как только получу от них ответ Всего наилучшего, Дэрил Хендерсон Дэрил Хендерсон, полезная информация Коннектикута, исторический коннектик Так, это тоже надгробия какой-то, нет? Крестиком не надо баловаться Не надо А вот этот крестик Так, тоже нет Интересно, в лесу Ооо, так это мне по лесу гулять придется А я думал, я затупочу Не-не, все нормально Паукан Хорошо Пауканов гонять мы научились с вами Это полезно Вот только меня другой вопрос волнует А как долго мне придется по лесу гулять? Не понял Не понял Там, кстати, паукан был Это, типа, конец Локации так обозначается или нет? А вы видели? Я перед этим вернулся ж на то же самое место Так, паукан? Нет? Я думал, паукан опять олени сожрет Какая ж, блин, прикольная музыка здесь Если б я еще Побыстрее соображал и понял, где здесь надо ключ найти Было бы вообще превосходно Но не все сразу Есть повод подольше наслаждаться этой Прекрасной музыкой Правда, в самом начале она была получше Паукан Убеди Паукан Глич Так, это что такое? Изведи, ну Что за папашка? Боб Дети и я скучаем по тебе все больше и больше Двойняшки Эми начали этот учебный год дома Эми постоянно спрашивает, когда она сможет пойти в настоящую школу Мне кажется, у нее появляется клаустрофобия Близнецы весело проводят свое время Вчера они пришли с руками, испачканными в крови Я думаю, что они нашли мертвого оленя и захотели его потрогать Также может быть проблема с койотами Потому что, когда я пошла с ними посмотреть на мертвого оленя Зрелище было ужасным И все это буквально через день после дня рождения близняшек Не могу дождаться, когда ты вернешься домой Это, кстати, вот те Нейт и Джеймс Приглашение на день рождения мы с вами находили чуть раньше Это про них, видимо Так, а может быть это этот дом? Проклятый Хотя нет, наверное, все-таки тот красный большой Дом Мартинов находится примерно в 100 ярдах от Снэйк Мэдоу Хилл Роу Проезд почти отсутствует Деревья растут посреди гравийной дорожки, которая почти полностью заросла травой Найти дом было сложно, тем более, что было уже темно, когда мы прибыли Отец Оллред, оказалось, знал, куда ему ехать Он просто ехал вперед, пока мы не подъехали прямо к дому Свете Фарли заметил старый сарай справа от дорожки Отец Оллред сказал, что лучше проводить экзорцизм подальше от дома Но Мартины настояли на том, чтобы Эми осталась в доме Оллред жаловался, что присутствие семьи затрудняет доступ к инструментам для обрядов Которые могут показаться жестокими для непрофессионала Я надеюсь, он с детьми ничего плохого не делал Во, кстати, ключ Блядь, там уже что-то мелькнуло Надо готовиться, крестик наготове Крестик, крестик Уйди, уйди, уйди Я знал, я знал Там в окне что-то мелькнуло Но, блин, паукан, конечно, жутковатый Даже несмотря на то, что это пиксельная графика Все равно как-то жутковато Еще это абсолютная тишина в доме В этом сарае Так, как я понимаю, ключ мы с вами нашли Теперь нам надо пойти Обратно к тому здоровому дому Всегда надо держать руки наготове Когда рядом паукан Так, проход Хорошо, олень живой Его пока паукан не сожрали Какой стремный, кстати, паук Опять что-то мелькнуло в окне Крестик, крестик, крестик Крестики, крестики Нет, все Двери открыли Ой, прям, какая-то реально ностальгия теперь пошла Правда, мелодия какая-то, мне кажется, слегка арабская Ковер зато лежит Мистер и миссис Мартин встречали нас на крыце Мистер Мартин повел нас в подвал, объясняя это тем, что Эми была там закрыта Я сочувствовал ему В его голосе было чувство вины и стыда Эми сидела на стуле в самом конце комнаты, совершенно спокойно смотря на нас Сложно описать ее взгляд, но он не тот, которым обычно смотрят на вас дети Нельзя там порассматривать что-нибудь Так, тихо Духа изгнали из картины Ну, видимо, это... Так, стоп Семья же была вроде бы с двумя детьми На фотографии только один И они, видимо, близняшки были Значит, родились, очевидно, в один день А почему на фотографии только одна девочка, и почему она фиолетовая? Бухает, что ли? Непонятно Хотя, на самом деле, это священник синий, поэтому Пьет священник Вторую хоррор-игру подряд мы с вами играем за любителя выпить И в обоих случаях это как-то связано с маленькими девочками Не одобряю, конечно А почему внезапная полная тишина? Зачем это нужно вообще? Это что? Да ладно, зеркало... Блядь, там что-то... Там серое, блядь, сзади Это что? Это моя тень? Или нет? Я просто не понимаю в пиксельной графике Это тень или не тень? Почему оно за мной ходит? Кстати, на удивление, даже зеркало рабочее Это... Блин, это круто На самом деле Ладно, будем считать, что это все-таки тень Хотя выглядит как призрак какой-то Телек имеется, ковер, диванчик, крест А, это столик даже на коврике, я понял По темной заброшенной хате Мы ходим и на готове держим крестик Это тыква? Или что это? Так, потрогать нельзя Крестиком изгнать тоже Тут что-то можно сделать Опять духа изгнали Да, у детишек с головой не все в порядке Я так скажу Подобные рисунки это не к добру Это уж точно Это выход с хаты или куда-то дальше? Так, закрыто, видимо выход Так, ну, значит, пора подниматься на второй этаж Поднимаемся Так вот, священник, который в абсолютной тьме ходит по заброшенному дому Это... Это страшно Абсолютная тишина заставляет меня думать, что сейчас в любой момент Может появиться паукан Детская комната, разбросанные игрушки Как я понимаю Карта на стене Две кровати Детская комната Здесь что? Это что такое? Вообще непонятно даже, что это на самом деле Боб, должно быть... Боб, должно быть, находится где-то на Ближнем Востоке Потому что он прислал эту странную куклу на день рождения Эми Я спрошу Анишу об этом, когда у нас будет собрание книжного клуба Кажется, она могла быть оттуда Кукла, кажется, не заинтересовала Эми Я думаю, она предпочла бы получить телефон Или просто вид куклы заставляет ее задуматься о работе в лечебнице Ну, не знаю, каким образом вид куклы заставляет задуматься о работе в лечебнице Думаю, я был единственным, кто подумал проверить чердак Внимание! Значит, нам придется идти на чердак Когда я поднялся туда, было очень холодно Я понял, что Эми стоит сзади, смотря на меня Прямо как когда я увидел ее впервые внизу Мы коротко поговорили, хотя говорить с ней или им было неприятно Я почувствовал, что демон играет со мной Во время нашего разговора она упомянула фамилию моей матери и говорила на чистой латыни Я позвал на помощь, но никто не ответил Я поднял свое распятие и начал обряд заново Вот как все было, значит На чердаке заперся с маленькой девочкой Проводил обряд экзорцизма Теперь это у нас так называется Имеем в виду Это что было? Это кран? А, это ванная комната Даже капельки прорисованные Духа с мыла выгнали Я не чувствую себя безопасно в своем собственном доме Я слышу голоса снаружи дома по ночам Я не позволяю двойняшкам играть в лесу Потому что боюсь того, что там обитает Сам дом кажется напряженным Искаженным Каким-то странным Как будто я нахожусь в комнате смеха Состояние Эми становится только хуже Я не могу находиться рядом с ней Я не знаю почему Она даже сама на себя больше не похожа Я хочу отвезти ее к доктору Но не могу оставить мальчиков одних Я обнаружила, что телефон может не работать в течение дня И кажется, я не могу найти ключи от машины Слава богу, Боб завтра вернется домой Так, в девочку видимо вселился демон Но я не понимаю о каких мальчиках Это крайне большая семья Странно, я видел только две кровати в детской комнате Это на чердак, нет? Нет? А где я не был тогда? Что-то я не понял Это детская Сейчас по кругу что ли ходим? Так, я могу заблудиться получается в любой игре И в любой игре затупить Ладно, значит спускаемся на первый этаж Может я там что-то не рассмотрел? Может что-то должно произойти, чтобы мы смогли попасть на чердак? Потому что вполне очевидно, что нам нужно на чердак А, это лестница наверное в подвал, точно Блять, вот в подвале это уже Это нехорошо Распятие держим на готове Изыди 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 Это странные вещи, что я видел как миссионер В районе, где мы работаем, есть много народов, которые практикуют кимбамба Это то, что может назвать язычеством Это смесь католической и африканской религий Один из почитаемых святых Сан Ла Муэрте Или Святая Смерть Вчера мы разговаривали с мальчиком лет 15 Когда мы спросили его Молился ли он Богу когда-нибудь? Он сказал нет Но я молился Сан Ла Муэрте Он рассказал нам о том, как однажды он Оставшись у двоюродного брата Молился фигуркам Сан Ла Муэрте И они заставляли вещь передвигаться по дому После этого он стал очень тихим и напуганным Мы сказали ему, что он может молиться Богу И он совсем не страшный Мы пригласили его в церковь, но он так и не пришел Я должен закончить письмо и вернуться к работе Увидимся через 4 месяца Лейтон Так, африканские дети молятся о католической смерти Но африканская религия это страшно Это манекены что ли? А на них наброшены простыни? Такое чувство, что здесь какой-то пиздец точно должен произойти Поэтому крестик Крестик на готове держим Так, а... А что это у нас здесь происходило? Мы че Призывом Некромантией балуемся или что тут? Блять Страшно Страшно блять Вырубайте нахуй Бежать надо или крестик Крестик Нет? Что? Я проиграл? Я умер Женщина уйдите Она здесь Она здесь Блять Она жужжит Блять Крипово Женщина Женщина Перестаньте Куда мне идти? Что мне делать? Женщина Фу Фу Она опять идет Опять Крестик 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 Тихо 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 Крестики 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 Так Ходим по дому и гоняем Блять, ну тут пиздец какой-то в доме происходит Жутковато конечно Может и без таких скримеров как Блять, опять Опять Крестики Крестики Изыди Изыди Очень наш святой Крестики Крестики сила, духи могила Так, тут мы уже ходили, все хорошо Я не знаю На первый этаж Значит идем Обратно к тому месту, где обряды были Пойдемте посмотрим, что там типа Изыди, 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 изыди Изыди, 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 и Так, дверь вот она Открылась, о которой я говорил раньше Мы читали там что-то про чердак На чердаке какой-то пиздец был Опять манекены? Изыди, изыди Карен, церковь может связаться с тобой Через несколько дней, чтобы рассказать свою версию Того, что случилось со мной Я хочу, чтобы ты узнала это от меня Год назад я был задействован в экзорцизме Над Эмми Мартин То, что они говорят об этом в газетах Неправда Она мой покровитель Отец, когда я Не понял Она Потом что-то мой покровитель А, это видимо Потерянные записи Или потертая бумага Ну в общем прочитать тут невозможно Она, что-то там мой покровитель Отец, что-то с кем-то Когда я столкнулся с ней Она что-то сделала Смогла отключить электричество в доме И что-то ее родители С их что-то сделали Я должен вернуться в этот дом Мои кошмары реальны Она все еще ждет меня там Я еще могу ей помочь Если я не вернусь, то знай, что я люблю тебя И мне очень жаль Джо Мы свои же записки находим? Или как это? Или мы их в процессе пишем и ложим? И сами подбираем И читаем Блядь Вы че Кресты, блядь, на место поставьте Кресты на место поставьте Вы че делаете? Крутите крестики? Это богохульство, блядь Перестаньте, перестаньте Перестаньте Духи Блядь, они крестики крутят Это че? Изыди Изыди Отче наш святой Да засветится имя твое Да придет воля твоя О мой бог Что с тобой произошло? Ты думаешь мое лицо милое? Я тебя не видел Я не знаю Я закончу то, что я начал Она моя, священник Изыди Изыди, дьявол Изыди Изыди Отче наш святой Да засветится имя твое Да придет воля твоя Как на небе, так и на земле Выходи Выходи Так, тихо Там духи какие-то Изыди Все изыдите На выход На выход Вы че? Ебать А какого хера, блядь? А че это было, блядь? Я ж крестик на него навел Почему нет? Что не так? Надо было молитву читать в микрофон Или как? А Ой, как у меня отлягло Вы б знали Я думал с самого начала Придется начать О, мой бог Что с тобой произошло? Ты думаешь, что я это поюла? Я закончу то, что я начинал Она моя священник Что делает, по-настоящему? Бегать, что ли, от того, который появится? Вот че мне с ним делать? Уйди Уйди, уйди, уйди На одну линию становлюсь с тобой Крестик, крестик Видимо, надо бегать просто от него Он медлительный И крестиком баловаться Че это Кто это вообще Че это за дуб, блядь, тень Крестик на него не работает, молитвы тоже Надо попытаться, значит, изгнать Из девочки Демона Может это демон? Он временно вышел, но надо его выгнать полностью Бля Вот она Ну покажи личико, глядь Читай А Что? Что дальше? Блядь Блядь Крестики, 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 крестики На всех, на всех крестики Блядь Без иди, дьявол Так, я кажется, понял Как только оно пропадает Надо, значит, попытаться просто отойти Потому что крестик не помогает Так, скипнуть заставку я не могу Поэтому наслаждаемся девочкой Изыги Вообще, кажется, это какое-то дистанционное имя твое Придет воля твоя Опа Изи Ни хуя не изи Опа Опять Юль, читай, открой личико Блядь, я еле успеваю уворачиваться Вы б знали, это, блядь, нихуя не легко Блядь Еле успел Просто в последний момент Юль, читай Какая настоящая это? Юль, читай Как долго тебя выгонять Языги Хватит знаки рисовать Сатанинские Не одобряется такое Юль, читай Где ты? Девочка Вещенник, который пытается спасти маленькую девочку Опа Все, я уже понял Я понял, я понял Мне просто интересно Как долго мне это придется делать Я не успел Может я что-то делаю опять не так? Очередной затупочек Юль, читай Брось эту заблудшую душу Демон Какая? Где? А, вот Все, кажется, изгоняем Блядь Блядь Это че такое вообще? А, блядь Че делать? Че делать-то, блядь Че с ней делать? Ну Да, не вовремя я вышел Получается Это реально сложно Ну это сложно Он не бегает Ну че я могу сделать? Он не бегает Он не хочет бегать Может ему нравится компания этой девочки просто Знаете, стереотипы Про католических священников И детей Ну Об этом даже Не стоит говорить Все и так понимают О том, что Всегда католические священники Помогают нуждающимся детям Потому что это святые люди И они исполняют волю божью Хватит уже убивать Блядь Да за шо? Как можно успевать уворачиваться вообще? Нужна какая-то супер тактика С пауканом было полегче Верните паукана Он был страшнее Почему маленькие девочки должны пугать? Да бля Я даже не знаю, стоит ли вырезать это Или нет Или наоборот Показать всю сложность игры И оставить все эти моменты С выворачиванием и запугом Правда тогда 90% серии И вы будете смотреть просто на то Как меня эта девочка убивает Я даже не знаю Пока еще не решил Смотря на сколько По времени затянутся Эти бесконечные смерти Мне должны были гайды И провести И научить меня правильно Изгонять демонов Они не научили меня Изгонять правильно Демонов Поэтому имеем что имеем Как умею Так и изгоняю Че пристали? Я только учусь на священника На каждый раз Рандомно летает Блядь Она в этот раз Даже не сгонялась Я даже не попал Блядь По ней Блядь Так Выбежал первый челик Это только первый был Подождите Она Она Как я долго к этому шел Я теперь только понял Как она летает Я все время думал Что она летает рандомно Но она не летает Рандомно Она летает по символу Блядь Сатаны По линиям По контурам Как я долго к этому шел Это какой-то шок Даже стыдно Я только сейчас Это заметил Что она летает Просто по символам Сатаны Че делаешь? Обратно руку засуну Девчуля Девчулечка Постой Постой Девочка Пресс-ф Девочки Все Пресс-ф Пойдемте И отпоем Так Ну теперь По идее Можно Действительно На выход Идти Посмотреть Че там С девочкой Случилось Так Стоп Второй этаж Или как? Это лестница В подвал Я точно помню Значит выход Не с этой стороны Там ковер Еще должен был Быть Как в главном зале Разве нет? Или я уже Заблудился в доме Не этот ковер Тут что? А тут детская А значит Это таки Второй этаж Бля Перепутала Я думаю Это лестница В подвал Зад Это задом Наперед Написано Убей ее Килхю А это винтовка Нет? Можно? Ружье С одним Патроном Блядь Так С одним Патроном Блядь У меня нет Права на ошибку Ружье С одним Патроном Она вылетела С окна Она в лесу? Или нет? Она с окна Выпрыгнула Стрелять Я так думаю На пробел Но Нет возможности Проверить Один патрон Блядь Может нам надо Засуицидиться? Знаете Ружье И пистолеты С одним Патроном Дают не для того Чтобы обороняться Для того Чтобы засуицидиться Пойдемте просто К машине Обратно Как такой вариант? Мне не страшно Я просто не знаю Где ее искать Страшно было Первый раз С пауканом Может действительно К машине Надо пойти? Может она Меня возле машины Ждет? Ну может же Быть такой вариант Или не может? Просто теперь Не должно быть Никаких скримеров И ничего Потому что Я испугаюсь Нажму на пробел И не будет патронов Так поступать С игроками нельзя Так вот машина Блять Ну я же говорил Я же говорил Я же говорил Что я испугаюсь И нажму Но мы убили Паукана В итоге Я скажу о Господе За спутник Мой и прибежище Мое Бог мой Убываю я на него Я не убоюсь Ни страха Зачно Умещивать Мой и прибежище Боже мой Боже мой Купа Боже мой Боже мой Купа Я кого Он уплевал Мой Бабик Убавит меня Неверо Возболох Умешивый Он услышит Мой Он Будет со мной В бородке Убавит меня И прославит Мне Я не могу Объяснить Я могу только надеяться на то, что все здесь правильно А, так пои... А, нет, так все правильно Девочка же выпрыгнула в окно Концовка 5 из 5, когда проверяется Вера Я не знаю, звучит как хорошая концовка на самом деле Хотя я и не уверен Я не знаю, какие остальные Я, как обычно, не спойлерил себе игру Поэтому, смотрите, по идее мы все сделали правильно Мы изгнали девочку Вернее, мы изгнали демона из девочки А демон напоследок убил ее и выпрыгнул в окно Но ясно, что ее мы уже спасти не могли Просто нужно было избавиться от демона И напоследок мы еще и от паукана избавились Который тоже явно нездоровый Просто из-за того, что... Это явно не обычный паук Он выглядит как паучий слендермен Ну, в общем, вот такая вот инди-игра Я не знаю, как там выходить на другие концовки Может быть, это в зависимости от того, как мы изгоняем Или сколько на это тратится времени Или читаем мы бумажки или нет Изгоняем мы там духов из могилок и картин Может быть, это так определяется Но, в общем-то, это и не важно Игра сама по себе довольно неплохая В меру тяжелая, в меру, замечу Не так уж и много попыток ушло на то, чтобы ее изгнать В некоторых играх, вот, к примеру, Home Sweet Home Приходилось намного дольше справляться Ну и прекрасное музыкальное сопровождение Все в целом, ну, игра хороша Восьмибитный стиль исполнения Мне понравилось Действительно неплохо Я не знаю, как вам было смотреть Но мне в целом игра понравилась на один раз Просто прекрасно Ну что ж, время серии подошло к концу А значит, я вынужден с вами прощаться Вы же подписывайтесь на канал Комментируйте, ставьте лайк И всем до новых встреч, дорогие друзья А точнее, до следующих прохождений в следующих играх Всем пока Минуточку, дорогие друзья Вот здесь я думал, что это уже конец игры Но сейчас вот отчет какой-то Полиция-зоологи обнаружили останки Чупакабры Рядом со Стерлингом Стерлингский полицейский департамент Запросил помощь у местных зоологов из универсии Из университета Коннектикута После обнаружения останков неопознанного существа Недалеко от города Стерлинг Останки существа, которые некоторые граждане называют Чупакаброй Были обнаружены на Снэйк Мэддл Хилл Роуд Вчера проезжающим автомобилистом Существо, очевидно, было сбито транспортным средством И части его тела были разбросаны по всей дороге Полиция утверждает, что изначально им сообщили, что это возможно человек После прибытия на место происшествия Следователи пришли к выводу, что останки принадлежат какому-то животному С точки зрения общественной безопасности Мы хотим быть уверены в том, с чем мы имеем дело Сказал представитель полиции Это явно не олень и не койот Если это горный лев или экзотический питомец, сбежавший от хозяев Или животное, заболевшее бешенством Мы должны узнать об этом Зоологи, участвовавшие в расследовании Не стали уточнять, что это за животное А лишь отметили, что существо было лысым, анемичным И, очевидно, страдало от рахита и дефицита витамина D Который проявляется у детей и животных Которые получали недостаточно солнечного света Ну что вы, ёбаный, 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 � Субтитры сделал DimaTorzok